Преступления тетушек и организаторов бандитских формирований не должны оставаться безнаказанными. Участники гражданских акций протеста в Одессе требуют расследования по факту нападения на мирных граждан. Один из пострадавших обратился в областное управление внутренних дел. Одессит Всеволод Гончаревский участвовал в мирной акции 19 февраля у областной администрации. Прошла неделя, а след от удара битой по ноге еще хорошо виден. Один из них мне попал по ноге, когда я удирал от них. То есть я не представлял для них никакой опасности. У меня в кармане кроме ключей ничего такого больше не было. Но тем не менее они почитали, что я опасен и решили меня битой воспитать. Пострадавший пришел подавать заявление в областное управление внутренних дел. Поддержать товарища собрались активисты Одесского Евромайдана. Они были свидетелями нападения банды вооруженных боевиков на демонстрацию горожан у входа в областную администрацию. Тогда стражи порядка не помешали избиению. Позднее главный милиционер области Сергей Резников рассказывал, что все произошло неожиданно. Вызвать подкрепление не успели, а неизвестные нападавшие очень быстро убежали. Милиция, конечно, проводит расследование, но пока наручники ни на кого не надели. И, возможно, не наденут. Областное управление внутренних дел занимает весьма странную позицию. Только что не приняли заявление, ссылаясь на то, что якобы мы должны быть по другому адресу. Меня приглашали по этому адресу. Я очень удивлен, что меня начинают отправлять по разным адресам, чтобы написать заявление. Если милиция отказывается принять заявление, пусть это сообщит прямо. Почему Всеволода Кончаревского сразу не отправили подавать заявление в следственное управление, непонятно. Как видно, милиция не торопится искать преступников. Возможно, потому, что они хорошо известны. Можно ли представить, что большой вооруженный отряд долгое время открыто живет в санатории и готовится к бою, а в областном управлении внутренних дел ничего об этом не знают? Здесь дело попахивает, по крайней мере, преступной халатностью. Если не сказать больше, преступным сговором. Новому руководству областной прокуратуры будет чем заняться. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУ.